Приветствую вас и именно советов. Я бы давать не сказал, потому что решение, которое вам нужно принять, оно лечит только на вашей ответственности и только вам его принимать. Если мы сделаем это за вас, то продолжается, что мы примем ответственность за вашу жизнь, а это будет неверно. Это будет неправильно. И в итоге ответственность будем нести мы, что не является поведением, поступком, который допускается в профессиональной этике. Ну вот что я хочу вам сказать. Молодой человек сделал вам предложение год назад и обещал не ездить на горячей точке. То есть обещал не воевать. Но при этом он это сделал, сделал добровольно и, собственно, отнесся к вам, в данном случае к вам, что вы хотите, к вашим чувствам. Он отнесся очень-очень посредственно, то есть проигнорировал их. И он не думает о том, каково вам. Он не думает о том, что вы будете переживать, что вы будете волноваться, что вы будете бояться за него, плакать может быть. И вообще-то вы будете одна. Все это его не волнует. И при такой постановке вопроса, при таком отношении к вам, можно говорить о том, что мужчина руководствуется только тем, что важно и нужно ему, и не тем, что вы хотите вы. А ведь человек, когда любит другого человека, он стремится именно его сделать счастливым. Именно для него он хочет стараться. Так вот человек. Хоть мужчина этого не делает. И, безусловно, судить его мы не будем. Но вам нужно принять решение вот в чем. Вы видите его отношения. Вы видите, что в такой критической ситуации, как угроза жизни, он не слушает вас. Он не воспринимает ваше чувство как что-то, на что стоит оглядываться, на что стоит ориентироваться и так оглядывать. А ведь это очень серьезно. Очень серьезно. Дело касается жизни. В этой ситуации, я думаю, очень показательное его отношение. Отношение пренебреживенное и вторичное к вам. Я прочитал ваш другой вопрос, который вы задавали. Я могу сказать, что это очень хорошо вписывается в ту картину, которую ваш молодой человек себе нарисовал. То есть, вы женщина, вы будете его считать, а он будет где-то гулять, ходить, там, воевать. Возможно, даже вам изменять. А вы об этом, естественно, ничего не будете знать. А потом он созволит прийти, и вы должны будете принять его с подсказками и объятиями, как героя, как и так далее. При этом, у вас никаких прав, а у него есть все права. Я думаю, что при таком раскладе вы всегда будете занимать позицию ведомой, позицию подчиненной, позицию ни на что не имеющей прав девочки. И вам нужно просто-напросто себя спросить, как вы оцениваете его поступок, при котором он никак не заботится о ваших чувствах, никак не беспокоится о том, что вы переживаете, может-нибудь место в себе не находите, боитесь за него и так далее. То есть, по сути, как он относится к кому-то, вы постоянно пребываете в стрессе. Ведь пребывание в стрессе – это очень-очень вредно для организма и для психического здоровья тоже. Так вот, спросите себя, как вы оцениваете подобное поведение? Является ли это поведение поведением человека любящего, поведением человека заботливого? И вот, исходя из ответа на этот вопрос, исходя из вывода, который вы сделаете, вам и нужно принимать решение. Если вы оцените его поведение как поступки эгоистичны, эгоцентрические, пренебрежительные к вам, отношения невозможны. Если вы найдете его оправдание, ему оправдание, то, соответственно, ваши отношения будут продолжены, но на его условиях. Исключительно на условиях мужчины, не на ваших условиях. Это нужно понимать. Дальше. Дальше вы пишете – вы боитесь потерять любимого человека. Вначале, я подумал, что вы боитесь потерять его, потому что, ну вот, просто остаться без него. Сейчас, когда я прочитал про горячую точку, про войну, я понимал, что вы боитесь потерять его буквально, в смысле этого слова. И вы знаете, в данном случае, действительно, если человек не боится за себя, то он не боится за вас. Если он не боится смерти, то он готов обречь вас на страдания, на муки. И я не думаю, что это поведение, опять-таки, любящего человека. Потому что человек любящий понимает, что ради того, кого он любит, он должен беречь самого себя. Ваш мужчина этого не понимает. И я думаю, что им двигает еще и другой момент. Видите ли, люди не просто так идут воевать в горячей точке. Люди идут туда, потому что больше, большего они не умеют. Пробойно, ваш мужчина боится, что не сможет зарабатывать больше ничем, кроме как вот этим делом – наемникам. И этот момент тоже немаловажный. Вы сопоставьте его способствия, его успешность, его стремление, его успехи, достижения в чем-то мирном. Всем это он делает. Ну и отдельно хочется сказать, что люди, которые воюют, в мирное время, в мирной жизни жить практически не умеют, не могут, им тяжело. Боюсь, что ваши мужчины могут преследовать уже в мирной жизни приступы агрессии, негонтролируемой ярости, алкоголизм и завышенную самооценку. Учитывая то, что вы написали в другом вопросе и учитывая возможные последствия его возвращения. Вот, примите во внимание все эти факты, сопоставьте их, взвесьте и подумайте, а стоит ли оно того. И вот в зависимости от ответа на вопрос у вас и выработается правильное решение вашего вопроса. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Спасибо. Спасибо.